Более значимой себя почувствовала в этом мире, будучи в инвалидном кресле, на самом деле. Понравилось кофе варить. Я люблю кофе пить. Все сошлось идеально. После ДТП я тоже очень закрытый образ жизни вела первое время. Так как у нас в Беларуси нет, наверное, тех врачей, тех психологов, которые бы тебе дали такой пинок какой-то. Здесь в Европе, я заметила, совсем иначе ко всему относятся. К людям, которые оказались в инвалидном кресле, они им помогают и в плане психологически, и реабилитация, ну и многое другое. А общая проблема людей с инвалидностью, то, что они все замыкаются в себе интроверты. А если соединить свою такую расслабленность и камин-аут, принятие общества и зарабатывание денег, то мы решаем две социальные проблемы. Как зарабатывание денег, да, как общее благо, состояние, так и вот эта вот коммуникативность и принятие общества людей с инвалидностью. Планы на будущее и цели. Конечно же, открытие своей большой европейской франшизы, может, американской франшизы. Кроме открытия франшизы, создание большого комьюнити, пула по всему миру людей с инвалидностью, интересующихся профессией бариста, которые могут общаться, приезжать в гости, отрабатывать в разных странах смены, проживать в разных сменах. Субтитры создавал DimaTorzok